Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами поговорим о том, как вас обманывают в салонах красоты. Это происходит вне зависимости от уровня салона. Это может быть как эконом-парикмахерская, так и дорогой люксовый салон. Такие обманы встречаются абсолютно на любых уровнях. Поэтому я считаю, что очень важно это озвучить, поскольку я работаю в индустрии красоты. Это я колорист. Я считаю, что очень важно эту информацию преподнести людям и для того, чтобы девочки были в курсе о том, как их могут обманывать. Я думаю, такая ситуация происходила 100%, как минимум с половиной девушек. И очень многие знают про эти обманы. И сегодня я решила собрать по пунктам самые главные аспекты, по которым вас могут обмануть. Первый обман, который чаще всего встречается как в эконом-парикмахерской, так и в более дорогих салонах, это подмены. Что же я имею в виду? Например, очень часто вместо дорогого люксового ухода, я имею в виду шампунь и бальзам, мастера используют более бюджетные средства. Как пример я хочу вам привести то, что шампунь литровый от L'Oreal стоит 650-750 гривен, а литровый шампунь от Estelle стоит 110-120-150 гривен. Я думаю, выгода очевидна. Очень часто, например, клиенты абсолютно не принюхиваются, когда они лежат в мойке, а чем же их на самом деле моет мастер. Каким шампунем, какой аромат. Поэтому очень часто, особенно в дорогих салонах, может такое встречаться, что либо недобросовестные мастера, они берут и просто заменяют в красивые бутылочки, наливают более бюджетный состав. Дай бог, чтобы это был профессиональный бренд такой, как Estelle. В нем ничего такого страшного нет, но сам факт обмана достаточно часто встречается. Если вы, например, пользуетесь уходом от L'Oreal, я, например, долго работала время с L'Oreal и сама некоторые средства для себя покупаю, то этот запах и их одушку я ничем не перепутаю. То же самое касается и Matrix. Что же касается девушек, которые неискушены в салонах, делах, то, в принципе, здесь могут обмануть. Человек даже может не заметить, а что же на самом деле произошло. Поэтому подмена масок, шампуней и бальзамов на более бюджетные, это вообще самая часто распространенная ситуация. И мне кажется, процентов 95 клиентов абсолютно неискушены в профессиональном уходе, поэтому такую подмену они не смогут обнаружить. Намного же хуже с подменами обстоит ситуация, когда речь идет о красителе. Когда-то у меня обслуживалась клиентка, которая работала в крымском отделении Desange, сети салонов. Она там работала не мастером, у нее там была другая должность, не буду рассказывать какая. Но, в общем говоря, клиенты салона этого думали, что их красит L'Oreal и NOA, а красили их Estelle. Все были довольны. То есть, конечно же, может быть, дело в разговорчивости мастера. Да, действительно, дело в руках мастера, потому что важен не бренд, а важно то, как работает мастер. Но также, я считаю, очень важна честность, потому что для многих людей, например, принципиально красить каким-то определенным брендом. У меня есть клиенты, которые, ну, мои, да, которые красятся исключительно Матрикс, и им нравится этот бренд. И, как бы, если я буду втихаря красить чем-то другим, то это будет не честно, это будет не серьезно, не профессионально. И вот такой подход очень часто, потому что чаще всего колор-бары, они стоят отдельно от клиентской зоны, да, и мастер вам может положить все, что туда угодно. И далеко не факт, что это будет именно тот бренд, за который вы платите такую серьезную сумму. Поэтому я всегда считаю, что нужно этот момент уточнять. Следующий обман, который очень часто также встречается абсолютно в любых. Я сейчас вам расскажу, почему просроченная продукция встречается именно в более дорогих салонах красоты, а в эконом-парикмахерских такой момент очень редко можно встретить. Да, все потому, что дорогие действительно эксклюзивные услуги, да, например, спа-ритуалы, дорогие кератиновые составы, ламинирующие уходы от люксовых брендов профессиональных, да, далеко не все могут себе позволить, и я думаю, ни для кого не секрет, что люксовый салон, он работает не на количество клиентов, как потоковая парикмахерская, а он работает именно на одного клиента, но достаточно долго. Я имею в виду одного клиента, не как одну единицу, да, а я имею в виду, что люксовые салоны, они ориентированы на одного, но платежеспособного клиента, да, чем на пять каких-то быстрых стрижек, я надеюсь, я смогла донести сейчас до вас свою мысль. И поэтому очень часто именно в более дорогих люксовых салонах можно встретить просроченную продукцию, и уровень салона абсолютно никогда не говорит о компетентности мастера, который в нем работает. Далеко не все люди могут себе позволить дорогие услуги, да, соответственно, проходимость в люксовых салонах, она намного меньше, чем в салонах более эконом варианта. Соответственно, очень часто какие-то дорогие процедуры, например, дорогие кератиновые составы, я знаю, что есть кератин, например, по 500-600 долларов за бутылочку, за одну, и, безусловно, даже себестоимость у моей процедуры, она достаточно дорогая, что же говорить о накрутке салона, плюс зарплата мастера. В целом, вот такие вот дорогие достаточно процедуры, очень часто и составы, да, они очень часто залеживаются, потому что у них нет большого спроса. Они не такой частотой пользуются, поскольку, ну, будем говорить, с тяжелой половиной населения, да, кератин делает из них, ну, наверное, процентов 5. Все-таки это достаточно редкая процедура, и в люксовых действительно дорогих салонах очень часто такие моменты залеживаются, но если мы говорим, это именно про восстанавливающие процедуры. Что же касается красителей, то также, если вы идете на очень дорогой бренд, и вы не уверены, что этот салон пользуется большой популярностью, то велика вероятность того, что вас покрасит, да, просрочит краской. Также это касается особенно редких цветов, эксклюзивных. Дело в том, что достаточно редкие оттенки, например, темно-фиолетовые, баклажановые, очень большой есть риск того, что они могут залежаться. Поэтому очень важный момент для вас, как для клиента, да, всегда бдить, всегда у мастера уточнять, потому что, ну, я считаю, вы получаете, да, услугу за свои собственные кровно заработанные деньги, и я считаю, что человек имеет право знать. Я, например, своим клиентам, да, которые приходят на какие-то особенные окрашивания, на креативные и так далее, всегда приглашаю на консультацию для того, чтобы определиться с уровнем тона, для того, чтобы определиться с тем, какой результат хочется, да, иметь. И уже только потом я делаю заказ персонально под клиентку. Я говорю сейчас не про все оттенки, да, а я говорю про редкие, эксклюзивные оттенки, потому что я не вижу никакого смысла заказывать 5 оттенков розового, потому что за год, например, ни одна девушка может не захотеть там покраситься в ярко-ярко такой насыщенную фуксию, да, а может быть и захотеть 3 девушки, поэтому такие эксклюзивные оттенки я всегда предпочитаю делать под заказ. Единственный оттенок розового, который я держу, это такой постельный, яркий розовый и розовое золото. Это те оттенки, которые сейчас актуальны и на которые у меня есть постоянные клиентки. То есть, если не будет новых клиенток, то постоянные клиентки обязательно я смогу воспользоваться этими оттенками. Но вот в плане просрочки я не понимаю абсолютно мастеров, которые могут красить просроченную продукцию. Я знаю, что такие случаи нередки. И, например, в принципе, я, например, даже, да, как мастер, я иногда пытаюсь красить беременных девушек. Страшно это делать, потому что мало ли какая реакция, мало ли какой будет реакция организма человека, да, на конкретный запах. И поэтому чу-чу-чу пока что еще не было никаких случаев того, что у кого-то была аллергия, либо еще какой-то момент. Но в плане просрочки это на самом деле риск вашим здоровьем. То есть, с волосами может быть ничего не случится, да, но с кожей головы может пройти какая-то такая реакция. У красителей такое количество всего намешано, что вы просто не можете предугадать, даже если краска, в принципе, с хорошим сроком годности, как она в этот раз поведет себя на ваших волосах, на вашей коже головы. Именно поэтому существует тест на чувствительность за 48 часов до начала окрашивания. Ну, как бы, будем говорить в салонных условиях, никто не делает этот тест, да, но по факту производитель себя страхует тем, что он пишет про этот тест на чувствительность, которую, в принципе, ну, по идее, надо делать. Ну, естественно, редко кто это делает, и вообще, не знаю, ни одного мастера, который бы приглашал своих клиентов за 48 часов для того, чтобы сделать тест на аллергопробу. Ну, это глупо было бы. Но, в общем, я вам сказала, да, что очень важно, чтобы вы были убеждены, что вас красит как минимум продукция с нормальным сроком годности. Это очень-очень важно, потому что, ну, все-таки здоровье кожи головы, и вы не знаете, какая может быть аллергическая реакция, что с этим красителем произошло там за годы, когда он у вас там лежал где-то у парикмахера, и, ну, здесь не предугадаешь. Следующий обман, я считаю, достаточно злободневный в наше время, да, этот обман будет касаемо Олаплекса. Очень знаю, что сейчас эта процедура, мне кажется, от самых небольших салонов, да, до крупных гигантов, сетевиков. По сути, Олаплекс это страховка для стилиста того, что осветление волос и окрашивание в целом пройдет без вреда для самих волос. Очень часто мастера предлагают услугой защиты цвета волос вместо вожделенного эликсира в баночке, который потом добавляется в состав, там может быть налито либо что-то другое, либо этот сам же разбавленный Олаплекс. Дело в том, что стоимость за 100 мл Олаплекс, даже за 1 мл Олаплекс, она просто космическая, поэтому всегда Олаплекс чаще всего, он либо включен в стоимость, либо идет как добавка к основному окрашиванию, да, это дополнительная услуга. И очень часто мастера, желая подзаработать вместо защиты, могут либо положить недостаточное количество Олаплекса, либо положить этот Олаплекс разбавленный уже чем-то, да, уже в самой банке, из которой они могут быть наливаются. Поэтому очень важно знать, как выглядит Олаплекс, какого он цвета, какого он вида. Посмотрите в интернете, как выглядит Олаплекс, и обратите внимание, если мастер будет, ну, как бы что-то добавлять в краску, и если это будет другого цвета, ну, как минимум, задайте свой вопрос. Потому что я, например, Олаплекс заказываю официальных поставщиков, и я уверена в качестве, он достаточно быстро расходуется, я никогда не заказываю там литровые наборы, только потому, что я не считаю это целесообразным, да, я всегда заказываю маленькие наборы для того, чтобы быстрее его расходовать, для того, чтобы, ну, он свежий был, свежий продукт, свежий сустав. Поэтому, ну, я лично считаю, что, поскольку я одна, да, работаю со своими клиентками, да, я считаю, что это очень-очень важный такой момент, потому что Олаплекс сейчас на слуху абсолютно у всех девчонок. Очень многие, особенно сейчас при сложных техниках окрашивания, такие как Амбре, Бэби Лайт, Шатуш, да, очень часто предлагают добавить Олаплекс для защиты цвета волос, да, для защиты самой структуры волос. Но это такой пункт, на котором вас очень легко могут обмануть. В целом, обмануть не сведущего человека в каких-то вопросах, это достаточно лёгкое и плёвое дело, поэтому всегда выбирайте не салон, а выбирайте именно мастера, который хорошо, ответственно относится к клиентке, для которого нарабатывает свою клиентскую базу, который дорожит вашим мнением. Что касаемо Олаплекса, есть ещё один такой момент. Очень часто мастера используют только первую фазу, то есть это та часть, которая добавляется в краску и совершенно пренебрегает второй фазой. Вторая фаза, это когда наносится шаг номер два, Олаплекс на волосы на 10-20 минут, это уже после осветления, либо после окрашивания. Дело в том, что очень многие мастера, чтобы сэкономить время, да, и лишние 20 минут не ждать, то просто носит на буквально 1-2 минуты и тут же смывает. Это в целом неправильно, потому что чем дольше вы поддержите второй шаг Олаплекс, тем лучше для волос клиента. Следующая тема, на которую мы с вами поговорим, это маскировка ужасного окрашивания. Я вообще не знаю лучшего способа спрятать какие-то огрехи, да, вот как большинство мастеров они врут, они крутят достаточно крупные мелкие локоны, как бы тем самым прячут какие-то свои ошибки и их недостатки. Дело в том, что это самый простой способ, но благодаря тому, что локоны они слоистые в целом, то не будет видно никакой пятнистости, по крайней мере, до тех пор, пока клиент дома не помоет голову. Но как только клиент дома помыл голову, то уже, к сожалению, это уже... Он остается наедине со своей проблемой и со своим неудачным окрашиванием. Дело в том, что я на года два назад была на семинаре в Матрикс, и когда я вышла на перерыв, я разговаривала с мастерами, там одна девочка на себя работала, мальчик, он владельца работал, и, в общем, говорят, получилось так, что они друг с другом делились способами, как скрыть неудачное окрашивание на клиентках. Это просто вообще какой-то мастер-классом можно было давать. Мальчик рассказывал, как он недавно сделал девочке эмбре, у неё вот так вот через всю голову проходила чёткая линия. Он говорит, я её отвернула от зеркала, быстро-быстро накрутил ей локоны, повернула, и она была довольна и счастлива ушла. И говорит, я тут спокойно выдохнула, что она ушла и не заметила того, что нет плавного перехода, потому что если нет плавного перехода, надо её заново просто осветлять, прикрашивать, это, ну, в нём говорить, это ещё одно дополнительное окрашивание. Поэтому и девочка там тоже делилась своими проблемами о том, как скрыть там у клиенток то, что у них нет качественного перехода, не получается там балаяш, эмбре и так далее. В общем, я прям целый мастер-класс послушала. А на самом деле, мне кажется, это очень многие мастера, они таким грешат, что когда клиентка, например, либо сделали стрижку, да, очень классно уложили, но они поинтересовались у клиентки, как сможет ли она укладывать эту стрижку каждый день, укладку для стрижки вот каждый день. Дело в том, что очень многие мастера, ну, абсолютно не интересуются, как клиенты ходят в ежедневной жизни, как они будут ходить с этой стрижкой, либо с этим окрашиванием, да. Безусловно, ну, кто будет каждый день крутить локоны, делать какую-то пышную укладку? Да никто, потому что редко какая девушка согласна на такое, поэтому маскировки и окрашивание для меня абсолютно непонятная вещь. Я всегда, девчонок своих клиентов, да, я сначала высушиваю, то есть делаем прямые волосы, смотрим цвет, смотрим переход, и потом, если уже девушка захочет, мы либо выпрямляем, либо делаем какие-то легкие волны, да, укладку люкс, это такие легкие-легкие волны пляжные, но никакого сразу накручивания, для того, чтобы клиентам чего-то не увидел. Я, наоборот, всегда за то, чтобы, например, мои клиенты не рассмотрели волосы в прямом состоянии, потому что я уверена в своей работе, я уверена в том, что у меня классный, плавный переход, что он красивый, что он круто смотрится, что это все плавно и дорого смотрится. По мастеру, который классно работает, ему не о чем волноваться, а когда вам сразу вот при таких вот окрашиваниях, да, брэ, балаяж, вот имейте в виду, всегда рассматривайте работу на прямых волосах, если этот мастер вам не знаком. И последний обман, про который мы с вами поговорим, он будет касаться прайса очень многих салонов, и это ловко, на который могут попасться молодые девушки, которые не часто посещают, да, салоны красные, и очень не о многих нюансах, да, знают, поэтому я считаю, что нужно про это поговорить, а именно про обман клиентов именно в самом прайсе. Дело в том, что прайсы очень многих салонов красоты составлены таким образом, что, например, на передних нескольких страницах, да, у них идет стоимость на окрашивание, например, первая длина, там, четвертая, пятая и так далее, там, кератин, столько, столько, столько. Но аж в конце прайса, например, сделаны именно дополнительные услуги, а именно мытье волос, сушка, стрижка, иногда бывает такое, что вам сушат голову два раза, иногда три раза за время, да, сложного окрашивания. Укладка, это все идет отдельно, даже я знаю такие случаи, мне клиенты рассказывали, что добавление масла на кончике волос, это тоже там плюс какая-то сумма. Маска в моечке, пожалуйста, вот такая вот сумма. Это, 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 и, в общем говоря, например, вы посмотрели по прайсу, ага, у вас там, например, пятая длина, да, стоимость окрашивания, ну, к примеру, там, пусть полторы тысячи гривен. Но, когда вы подойдете уже к стойке рецепции, и вам звучат совершенно, поверьте мне, другую сумму, потому что это не та сумма, которая у вас будет в прайсе, потому что у вас еще дополнительная засушку, за мытье, за, там, эликсир какой-то на кончике и так далее, вас еще дополнительно снимут. Поэтому лично я советую тех, у кого, безусловно, ограничен бюджет, да, и, например, вы рассчитываете только на определенную сумму, обязательно про это скажите мастеру, когда вы придете, ничего в этом нет зазорного. Например, скажите, что у вас такой вот, да, диапазон цен, что вы с собой взяли столько-то, да, как бы, ну, усилили цена, спросите про дополнительные, да, услуги, как бы, входит ли в это матьео, сушка, стрижка, еще что-то, что входит именно в ваши процедуры, чтобы вы могли понимать, что рассчитывать по финансам. Я, например, Фреддик, Фреддик так летит, хоть и тоже видим, да? Я всегда считаю, что очень важно, вы утесняли, когда вы приходите, например, первый раз, да, в салон краски, либо первый раз к мастеру, задайте все интересующие вопросы, да, либо по телефону до этого, либо уже, когда пришли к мастеру. И всегда нужно озвучивать, например, если у вас действительно, ну, да, вы можете выделить только месяц какую-то определенную сумму. Не нужно этого стесняться, нужно этого бояться. Я, наоборот, всегда, вот, да, когда мы с клиенткой начинаем работать, да, я, наоборот, всегда буду благодарный человек, когда он, да, ну, как бы скажет, что он рассчитывает, например, на такую сумму, да, что мы можем сделать, да, либо сколько там будет стоить это, это и это. И я уже тогда, когда человек, ну, сказал, да, на какую сумму он рассчитывает, я уже не предлагаю какие-то дополнительные услуги, которых у меня достаточно, ну, большое множество. Я понимаю, что у человека вот пришел сугубо на окрашивание, мы сугубо окрашивание делаем, да. У меня, например, в прайсе нет такого, что там отдельно мытье, отдельно сушка, отдельно еще что-то, масочки, какие-то эликсиры на кончике, это все включено в прайс. Но очень часто в салонах красоты, ну, немножечко другая философия, да, и это отдельно делается. Для чего это делается? Для того, чтобы вы, например, зашли в салон, забежали, посмотрели, бегло прайс, ага, у вас устроила стоимость на окрашивание, вы записались, а по факту всегда бывает другая сумма, поэтому ничего страшного, например, зазорного нет, я вам это как мастер говорю, в том, чтобы уточнить пред началом процедуры, на какую сумму выйдет эта процедура, да, потому что мастер уже не по телефону может увидеть ваши волосы либо услышать, да, а уже в реальности. На какую сумму выйдет ваша процедура? И там, ну, вот эти все нюансы финансовые, нужно, мне кажется, обговорить, ничего в этом нет такого страшного, зазорного. Верьте мне, адекватный мастер, там ничего плохого про вас не подумать, если вас просят. Просто наоборот, как бы у вас, во-первых, какие взаимопонимания будут, да, вы будете сидеть спокойно, не дергаться, там, знаете, всю процедуру левый глаз у вас не будет, там, поддергиваться из-за того, что вы не будете думать, а хватит ли вам, чтобы рассчитаться в конце, а не будет ли неудобной ситуации и так далее. Лучше еще сразу уточнить все такие вопросы и потом уже спокойно впать к процедуре, обязательно задавайте перед процедурой все такие вот нюансы финансовые, да, и я думаю, что у вас все будет хорошо, это очень важно, чтобы вы не попадали в какие-то такие неприятные ситуации, потому что даже если мастер хороший, то когда вы рассчитывали на одну сумму, а пришлось заплатить другую, у вас потом будет очень неприятный осадок. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, мое видео вам было интересно, если вы хотите еще видео про обманы в салонах красоты, обязательно пишите про это в комментариях, я очень много знаю из индустрии красоты, и я стараюсь это донести до своей аудитории, я надеюсь, что вам понравилось, ставьте лайк, ставьте пальчики вверх, и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!